Воскресная школа Колоски Мы поехали в поселок Суйго, в котором проживают наши миссионеры. Двое семей там проживают, несут миссионерский труд. 16 человек было вместе с водителями. Водители также участвовали в тех мероприятиях, которые на тот момент для нас были доступны. Новые поселки по реке Чулым. Это была Игрекова, Сулзат, Суйго. Эти поселки очень сильно расположены для того, чтобы слушать вот это, потому что пообщавшись с администрацией, они были, скажем, очень рады, что им принесли именно вот такую добрую вещь. Новоюгина, Староюгина, Большая Грива и Средний Васюган. Продлилась поездка наша ровно семь дней. Мы ездили с Ваней и Стивнеевым в поселок Новонекольск. Цель нашей поездки была поддержать верующих. На тот момент было три человека, которые основные ходят в состав группы верующих. То есть, получается, они не члены церкви, но они приближающиеся. Ну и провести для детей рождественское служение. Подростки отправились показывать спектакль Вероника, который был представлен вначале в Томской церкви, а потом мы поехали уже евангелизировать, показывать этот спектакль в поселке Молчановского района. Цель у нас – евангелизация. Это не духовно-наставительная или назидательная какая-то проповедь или какая-то тематика. Это евангелизационное служение, миссионерское, с целью привлечь людей к принятию благой вести. Вот нынче мы, когда в обратный путь ехали, наша машина в Парабелле замерзла. То есть, когда замерзет машина, нужно сменить аккумулятор или резкую дать ей подзарядку, да, чтобы она стартанула и завелась, да. Так вот, цель поездки, вот такие, ну, так сказать, миссионерские поездки – приехать на место и, так сказать, дать силы, обновить силы верующих. Разговаривали только что с нашими друзьями, они в поездке находятся по Чулыму, благовестниками нашими. Вот сейчас в Молчаново готовятся проводить рождественскую постановку. Ну, Алексей, брат, говорил уставшие счастливым голосом, поэтому, думаю, может, скорее всего, у них там тоже они радуются. Мы проповедовали Слово Божие, укрепляли народ Божий, который сейчас там живет, научали их пребывать в служении, чтобы они также умели служение и приносить Богу то, чем они умеют служить, петь там стихотворения, вот это все, чтобы они сами учились это все. У нас было понедельник и суббота было выходной, а так каждый день обычное служение было. Молитва, проповедь. Для детей в основном спектакль, но приходили не только дети, приходили еще и взрослые. Ну, их, конечно, меньше было, в основном, наверное, те, кто приводил своих детей туда. Вспросила, пойдешь, напишу, привела ее. Нет, я работала. Впервые, в принципе, я пришла из-за внука. Ну, что все как бы неплохо. С исключением от того, что мне взрослый, всегда нужно относиться ко всему критически. Поспорить есть с чем. Люди во многих очень селах, да практически во всех, они благодарили Бога, были очень благодарны. Некоторые нашлись такие, что, если бы нам кто-то раньше об этом сказал, очень были так растроганы, они тронуты. Да, на главу нашего поселения и на меня, о том, что планируются вот эти все экспедиции, походы, выходы там к народу и все это уж не препятствовать, это приказ министерства. Но все-таки, я думаю, ту задачу, которую мы видели перед нами, поставлена Богом, ну, посредством этого служения за вот эти семь дней, я думаю, мы в большей мере достигли. Тут в поселке Сузат нам сказали, что на самом деле хоть какая-то альтернатива есть тому, что предоставляет культурная программа этого поселка. Кроме дискотек и каких-то гуляний, ничего полезного нет. И люди, которые в годах, они понимают и говорят, что это к добру не приводит, и подростки, и молодежь, она, к сожалению, сама себя убивает. Что-то новое им хочется, новых людей увидеть, понимаете, хочется общения. И даже, когда он приехал, служение, побыл с ними, все, их подкрепил, все, следующие могут приехать. Они всегда любят на ваших спектакля приходить. И все время меня спрашивают, когда будет. Приедут нынче, как Мария Ивановна, на Рождество к нам? У меня приедут, приедут. Нужно при благовестии учитывать вот этот вот эмоциональный настрой и культурный вообще настрой тех людей, к которым мы идем нести благую весть. Находим общий язык, да, на какую тему поговорить. И любая тема, она, христианинам, она подводится ко Христу, да, то есть к покаянию, да, то есть к примирению с Богом. То есть Бог-то есть любовь, да, и Он любит человека, и Он проявляется в любви. Вот некогда мы были вот такими, как вы, а теперь мы стали другими, то есть Бог нас приобрел. Вот. И они видят, что мы ненавязчиво, ненавязчиво. Как они объяснили, глава администрации, как сказал, лучик такого света. Поэтому для нас было приятно, что нас слушала вся аудитория детей, причем участвовали все, как бы, видно было, что им очень интересно. Не огорчить этих людей с высоты нашего познания духовного, каким-то, знаете, строгостью и так далее. Мы должны понимать, мы-то и сами из этих же язычников взяты. И найти подход к этим сердцам так, чтобы они расположились для принятия благой вести, ну, тут нужно от Бога получить. Если мы придем к детям и будем говорить им о том, что нужно покаяться и так далее, и так далее, и так далее. Такие серьезные вещи, о которых говорит Евангелие, то они попросту нас не будут слушать, они будут баловаться, заниматься своими делами. Ну, они, конечно, из уважения, может быть, отсидят, но им будет это неинтересно. У вас возраст такой совсем маленький еще. Я не знаю, думали ли вы когда-нибудь о Боге вообще? Вас так это интересно или нет? Я думаю. Вы знаете, когда? А? Думали. Думали, да? Я тоже думаю. Ну, вот о Боге, вообще о вашей жизни. Приходят в основном дети. Дети или, так скажем, и самого младшего возраста, и подросткового возраста. И, конечно, им намного легче воспринять информацию о Христе, ну, так скажем, о своих же сверстниках, да, правильно так сказать. О своих же сверстниках. Потому я считаю, что это даже очень правильно. Скажи, про что сказка? Сказка. Потому что Ребятишки. Ну, они, конечно, очень рады были тому, что имели общение. Во-первых, для них всегда очень здорово, когда они за много-много километров от родного места уезжают. Для них это уже такое небольшое приключение. Это их очень, ну, вдохновляет. То есть энергия у них появляется. Ну, и, соответственно, эту энергию, которую от вдохновения они получили, они очень активно там используют на служении. И я ездил дважды в миссионерскую поездку и брал с собой сына. Это было, я думаю, я не думаю, я вижу, что это было хорошим результатом для того, чтобы ему вообще, ну, так сказать, начать двигаться как христианину, как дитю, который родился в христианской семье, и двигаться вот именно в направлении Бога. Я уверен, что ценность не того, насколько этот труд масштабен, а ценность того, с каким состоянием сердца те или иные люди, они этот труд делают. То есть дети, они в данном случае отдавали себя на вот это вот служение. И самим детям, и подросткам это дает очень много, потому что Писание говорит, уча других не учишься ли сам, да? То есть когда мы служим для кого-то, кому-то что-то отдаем, то через это мы имеем большое благословение. С раннего возраста они учатся что-то давать, не только принимать, но что-то давать. Что-то переосмысливая сами в своей жизни, они учатся это отдавать, и через это они, естественно, имеют сами благословение. Для них это большая радость, когда они себя осознают причастными в таком маленьком возрасте к чему-то особенно важному, такому настоящему, фундаментальному. Я думаю, если бы я в детстве был в чем-то таком задействованном, это ложится отпечатком на всю оставшуюся жизнь. Я за своими детьми замечаю и за другими детьми, подростками замечаю, что они приезжают с поездок очень воодушевленные, потому что, во-первых, постоянное общение христианское дает свой большой результат. Они приезжают с желанием молиться, желанием быть на всех служениях, желанием трудиться для Господа. У них большой внутренний подъем, и им самим для духовного развития это дает большое благословение и помощь. И внутри они чувствуют глубокое удовлетворение от причастности к очень взрослому, я бы сказал, и настоящему делу. Это ободряет их и формирует правильно. Это очень для детей полезно. Через это служение дети, у них есть желание служить Богу. Они понимают, что это не удел только лишь взрослых, а здесь и я могу поучаствовать. Они получили какое-то благословение. Они испытывают в сферсак своих действий Божьей благодати. И вот этот вкус Божьей благодати, скажем так, они пронесут всю свою жизнь. И они будут понимать, что действительно здорово Богу служить.